Грандиозное торжество в Верхней Пёше. Деревня отметила юбилей 190 лет со дня образования. В праздничный день населённый пункт превратился в одну большую концертную площадку. Для местных жителей и гостей выступил творческий хор русской песни. Впрочем, зрители ждали и другие приятные сюрпризы. Мои коллеги побывали на празднике и убедились в том, что гуляют в деревнях по-особому. Как сказали сами жители, с русской душой. Олег Атанзейский продолжит. Малинка, малинка моя, саду ягода, малинка моя. Калинка-малинка в исполнении местного хора русской песни вскружит голову любому. Впрочем, веселиться здесь даже приглашать никого не нужно. От праздничной атмосферы и заводных русских мелодий ноги сами пускаются в пляс. Не стуются в стороне и самые маленькие жители деревни. На одной сцене практически двухвековые национальные традиции деревни. Всё творческое богатство верхней пёши. Пленительные танцы и завораживающие пение. От происходящего сложно отвести взгляд. На время праздника численность деревни выросла практически вдвойне. У нас деревня маленькая. Сейчас смотришь по наполняемости. Достаточно гостей много. Больше половины здесь. В юбилей родной деревни отметили тех, кто внёс вклад в развитие верхней пёши. Благодарственные письма и ценные подарки получили сразу несколько человек. Например, Лия Зметная. Она воспитала десятерых детей. Причём одна без мужа. Через несколько дней она отметит уже свой юбилей. Ей исполнится 80 лет. 60 из которых Лия Зметная прожила на этой земле. Ну, всё пришлось. И хорошее, и плохое. Всё пришлось одной переживать. Я здесь как... Уже... На родине своей. Мне она уже приклянулась, полюбилась. Подарки самой пожилой жительнице деревни вручили прямо у неё дома, Анне Кирюшиной. Сложно передвигаться. Скоро ей исполнится 90. И все эти долгие, но счастливые годы она посвятила верхней пёше. Здесь она родилась, пережила войну, а затем создала семью. И переезжать отсюда в город ей так не хочется. Но надо. В Наринмаре за Анной Фёдоровной будут присматривать её дети. Вот не ухода бы, конечно, тянет домой, тянет. Уеду в Наринмаре, там мне не нравится, это климат там. А у меня, видишь, кругом лес, кругом дерево, меня тянет домой. Тут у меня Иисус Христос, Спаситель мой тут. Поздравить деревню с крупной датой приехали и первые лица Ненецкого округа из Заполярного района. С собой привезли подарки и тёплые слова. И позвольте мне от всей души поздравить вас с этим событием. Выразить слова самой искренней благодарности за ваш труд. Низкий вам поклон. Спасибо вам за всё. Вы самые лучшие, вы самые красивые. Мои фотографии с жителями села Верхняя Пёша висят в кабинете. И сенаторы приходят и говорят, где живут такие красавицы. Огромное спасибо всем вам, труженикам, рыбакам, охотникам, оленеводам, кто трудится на земле. Потому что вашими руками, вашим трудом создана эта прекрасная деревня. От такого зрелища у Алексея Михеева даже стихи родились. Посвятил он их, конечно же, этой замечательной деревне. Верхняя Пёша, деревня у речки. Чудный и милый, прекраснейший край. Верхняя Пёша, не просто деревня. Верхняя Пёша, наш северный рай. В честь юбилея Верхней Пёши Дом культуры организовал различные выставки и презентации. Вот здесь на фотографиях можно увидеть жизнь местных охотников и рыбаков. А это небольшой музей. Его назвали «Забытой стариной». Однако забыть такое, конечно, невозможно. Сейчас мы находимся в настоящей кладовой истории. Здесь хранятся вещи, которые когда-то использовались жителями деревни Верхняя Пёша. К примеру, вот такой патефон. Такой, наверное, сейчас можно увидеть только в музеях. Или карманный фонарик советских времен. Интересная вещь. Затем прялка ножная. А это диван, который изготовлен столярной мастерской деревни Верхняя Пёша. Сложно представить, но ему уже больше 70 лет. Такие были здесь мастера. Всё делали сами. Могли и печи ложить, и всё делать могли сами. Этот грандиозный праздник поразил всех и зрителей, и даже самих участников тем, что им удалось раскрыть и показать ту самую русскую душу. А завершилось гуляние, как положено, настоящим деревенским застольем. Голодным отсюда точно никто не ушёл.